здравствуйте друзья у нас часто на канале вопросы такие разговоры вот про возраст вот а мне 50 лет а мне 60 лет а мне 70 лет и вот эти там еще можно эмигрировать имеет ли смысл там как как быть и так далее и я вспомнил одну историю которую мне напомнили на самом деле пару дней назад произошла такая история мы жили в москве в доме там не помню сколько подъездов три на три подъезда 12 этажей вот жили в таком доме большом и там у нас были соседи но мы с ними дружили наши дети вместе в одном классе учились в общем были у нас знакомые друзья когда мы уезжали они нас начали вышли проводить там и так далее они помнят нас такими какими мы были когда уезжали кстати сколько лет прошло и тут мне написала вот эта женщина Валентина ее зовут Валентина она мне написала в фейсбуке и говорит слушай и говорит хотела тебя попросить книжку нам подарить а у меня как раз в москве была книжка лишняя я послал ящик с книгами для наших победителей викторины и одна одна была запасная ну короче значит там пошла Валентина забрала книжку и они с мужем я так понял они вместе пошли забрали книжку поехали обратно ехали в метро наверное у них нет автомобиля так догадываюсь и начали уже в метро там читать и им это чтение понимаете вот это не так как другие люди читают потому что мы с ними расстались вот в тот момент когда начинается эта книга понимаете вот они помнят нас вот теми для них эта книга это просто продолжение нас вот вот эта история значит и они с большим интересом читают а у нее мужчина еще такой юморной мужик и я там один идет расскажу ну там какая-то ситуация это анекдотик вылезает а у него еще два вот и короче они там в метро обхохотались там ехали и так далее да а я игорь написал там сообщение как книжка и она говорит ты знаешь вот мы там читаем вспоминаем так все это очень весело смешно и так далее и я говорит она вспоминают твою маму оказывается моя мама где-то с ними там пересеклась примерно в то время и значит точнее так они пришли к маме я вспомнил мама когда уезжала они пришли ей что-то передать фотографии какие-то или что-то я сейчас не помню а мама уезжала через три года после нас вам с папой выезжали и маме было соответственно значит почти 70 лет 69 лет 70 она уже была на пенсии там 15 лет к этому моменту вот а мама у меня очень жизнерадостный такой человек очень позитивный и валентина это мне говорит пишет ты знаешь как миша я вспоминаю твою маму и она несколько раз повторила текать отсюда надо говорила моя мама 69 там 70 лет уже собираясь там уезжать куда-то и вот это текать она такое знаете молодежная я бы сказал да в общем к вопросу о том что в каком возрасте можно в каком возрасте нужно и так далее конечно маме было проще в том смысле что у нее там были мы со светланой и она одновременно ехала с моим братом то есть они снимались сразу все да то есть мама папа значит я тут брат с семьей но они как-то лишь по беженской программе да конечно они у них многие вопросы были решены безусловно это было даже на самом деле проще чем например вот если бы сейчас посоединится с детьми вот родители там которым 70 лет вы соединяются с сыном который гражданин сша да у беженцев даже было больше возможностей точки зрения всяких программ там медицины и так далее чем например у тех кто сегодня был соединяется безусловно это было проще намного но понимаешь мои родители тоже уехали в таком возрасте но вопрос в том что опять же они ехали по программе совершенно другое дело когда у тебя есть план действий на будущее ты понимаешь что у тебя все таки будет а ты пересмотрен до пособия тебя все таки будет какая-то медицина если люди думают что ехать просто так а что они будут даже если у них сегодня 7 минуты есть действительно возможности работать физическим я имею ввиду хорошо а что вы через 5 лет а будут ли эти силы и откуда возьмется страховка да вот буквально пару дней назад было письмо очень трогательная женщина ей 60 лет она говорит я так я полна сил энергии мне хочется там всего и того и десятого вот могу ли я поехать на у нее не статус ничего нет то есть она фактически она собиралась ехать типа вот там политическое убежище просить продаж 5 лет на пенсии по возрасту и я так как вы думаете и нам страшно стало потому что понимаете такой возраст когда в любую секунду все что угодно может случиться это может быть сегодня бодрым а завтра нет и бесправный в общем очень рискован конечно очень рискован но вот эта фраза у нас со светой вышла дискуссия что такое дискуссия это когда света говорит а я слушаю я шучу пожалуйста возникла дискуссия когда света говорит твоя мама не могла сказать текать отсюда надо это как бы совершенно не ее лексика я хочу сказать что мама могла так сказать могла я бы я свою маму хорошо знаю и она когда в веселом настроении она конечно вполне могла так сказать она постоянно была веселым расположение духом так что хотя их достало это был девяносто третий год вы я думаю многие из вас помнят что это было за время а все-таки они же люди пожилые были их достало вот это вот то что происходило тогда особенно с здравоохранением в общем клуб они уехали ладно друзья значит текать или не текать вот вы так гамлетовский вопрос формулируем хорошо текает тот кто текает куда-то на подготовленную почву счастливо что вы думаете 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 что